На этой неделе Игоря Дадона заслушали в Генпрокуратуре по делу о хищениях в Энергокоме. Его подозревают в причастности к хищению средств при закупке электроэнергии в 2008 году, когда Дадон занимал должность министра экономики. Сам Игорь Дадон назвал свой вызов прокуратуру попыткой власти отвлечь внимание общественности от массовых подорожаний. Расследование событий 14-летней давности продолжается. По версии некоторых экспертов в энергетике, в результате незаконной схемы граждане могли значительно переплатить за потребленную электроэнергию. На этой неделе экс-президента Игоря Дадона заслушали в Генпрокуратуре по делу о хищениях на предприятии «Энергоком». Его подозревают в превышении должностных полномочий в интересах преступной группы. Дело касается событий 2008-2009 годов, когда Дадон, будучи министром экономики, подписал распоряжение, на основании которого в мае 2008-го была приобретена электроэнергия. В условиях, когда уже существовали контракты на поставку по более выгодной цене. По версии следствия, в результате незаконных действий государству был нанесен ущерб на 12 миллионов долларов. Слушания продолжались почти три часа. Все это время под окнами прокуратуры Дадона ждала машина. Поначалу-после слушаний почетный лидер социалистов отказался делать какие-либо заявления, будучи возмущенным тем, что его на входе освистали. В итоге Игорь Дадон сделал несколько заявлений для журналистов и по традиции не обошлось без иронии. А почему вас так много? Поздравляю с Днем Святой или как правильно Татьянин День. Здесь есть Татьяны? Есть? И не применул Дадон упрекнуть нынешнюю власть. Если нынешнее правление полагает, что вместе с моими частыми визитами в прокуратуру сократятся тарифы на газ и электроэнергию в нашей стране, то они горько ошибаются. И с этого я хочу начать. Как только растет недовольство среди граждан, вызванное некомпетентностью нынешнего правительства, они вызывают меня в прокуратуру. Когда не можешь договориться и не можешь добиться результата в интересах страны, тогда начинаешь обвинять русских, немцев, кого угодно. Когда вся власть в руках и управляешь страной, нужно заниматься интересами граждан. Однако Дадон категорически отрицает свою причастность к беззакониям вокруг энергокома. Я, как и ранее говорил, не собираюсь скрываться. Приеду, побеседуем, предоставлю дополнительную информацию, которую мне удалось получить. И абсолютно уверен, как и мои коллеги, как и моя команда адвокатов, которые меня поддерживают, что я не несу никакой вины. Я не то, что обвиняемым, даже подозреваемым по этому делу быть не могу. По нашему запросу в пресс-службе правительства заявили, что не станут комментировать высказывания почетного председателя ПССР. 29 декабря прошлого года в Генеральной прокуратуре состоялось первое заседание по отделу энергокома. Тогда Дадону было выдано постановление о начале расследования. Сам социалист попросил предоставить ему больше времени для ознакомления с материалами следствия, в котором он получил статус подозреваемого. О начале проверки вокруг поставки электроэнергии в 2008 году Генеральная прокуратура сообщила в прошлом июне. По версии некоторых экспертов в энергетике, в результате незаконной схемы молдавские потребители могли переплатить за свет порядка 14 миллионов долларов. А к событиям 14-летней давности может быть причастна в том числе и Зинаида Гречана, занимавшая в те годы пост премьер-министра. Продолжение следует...